125 граммов хлеба, но благодаря этому маленькому, но важному пайку многие ленинградцы в дни блокады остались живы. Город Карачаевск принял участие во всероссийской акции «Блокадный Ленинград», посвященной 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Городская молодежь вспоминала события, которые пришлось пережить ленинградцам, страшные 872 дня, когда они были изолированы в собственном городе и обречены на голодную смерть. Мадина Каракетова подробнее. Блокадный хлеб. Не из муки он был, из наших бед. Что в него тогда только не плали. Хлеб был с мякиною, с тормокухой и подкой, с корой. Колючий так, что режет десна. Тяжелый, горький, с хвоей, лебедой. На праздник очень редко. Чистый просто. Элина Гумба так читает стихотворение «Блокадный хлеб» Лидии Хемельяниной, бывшей ребенком во время блокады Ленинграда и прошедшей через все ужасы и лишения, что прохожие останавливаются и слушают завороженно. А Элина рассказывает, что даже этот кусочек голодающие люди не получали по несколько дней. Голос девочки переносит собравшихся в тот самый вымирающий город. В мечты ленинградцев хотя бы разное естся досыта. В квартиры, где погибают от голода дети. Организовывая участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб» администрации Карачаевска, преследовала очень важную цель – не дать забыть историю своей страны, рассказывает начальник отдела туризма и молодежной политики Елена Салпогарова. Акция приурочена к тому, чтобы молодое поколение не забывало историю своего народа. Ну и, конечно же, чтобы они помнили героические и трагические страницы Великой Отечественной войны. То есть, чтобы они помнили о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, которые пережили беспрецедентную блокаду. Участники акции – студенты колледжа МАКСО, волонтеры и городская молодежь – основательно подготовились к мероприятию. Решили провести его прямо на улице в центре города, а не в стенах учебного заведения или одного из актовых залов. Дети рассказывали сверстникам, которых пригласили принять участие в акции, и просто прохожим, привлеченным происходящим действом о событиях, происходивших в те 872 дня, что продолжалась блокада Ленинграда. Старались в стихах и рассказах передать весь ужас умирающего от голода города. К началу блокады в Ленинграде не было достаточного количества запасов еды и топлива. Единственным путем сообщения у них было Ладожское озеро. И через это Ладожское озеро была дорога, которая называлась «Дорогой жизни». Зимой 1941 года умерли сотни тысяч ленинградцев. 27 января 1944 года, через 872 дня после начала блокады, Ленинград был полностью освобожден от фашистов. Самым голодным в блокадном Ленинграде был период с середины ноября до середины декабря 1941 года, когда запасы продовольствия были на исходе, а все пути поставок были заблокированы. Солдатам, сражавшимся на передовой, тогда стали выдавать по 500 граммов хлеба, труженикам по 250, а остальному народу, в том числе и детям, и того меньше. 125 граммов – такова была норма, выдаваемая людям хлеба в дни блокады Ленинграда. Сегодня многие из нас весьма пренебрежительно относятся ко вчерашнему хлебу, без сожаления выбрасывая его в помойное ведро. И, конечно, без охоты мы покупаем вчерашний хлеб в магазинах. А в дни блокады Ленинграда. От 125 граммов черного хлеба, изготовленного из муки самого низкого качества, зависела человеческая жизнь. Вот такой вот кусочек хлеба голодные люди растягивали на целые сутки. И сегодня кусочек черного хлеба в 125 граммов стал одним из символов блокадного Ленинграда. Был ли вкусным блокадный хлеб? Наверное, да. Настолько, насколько может быть вкусным хлеб, приготовленный из теста, которое не поднималось и не пропекалось, а формы для выпекания смазывались соляровым маслом. Есть много способов его приготовить, но я знаю лишь один. Его примерно вам расскажу. Пищевая целлюлоза 10%, жмых 10%, обойная мука 75%. И вот из этого можно сделать хлеб. Состав менялся. Были в нем сметки, муки, с оборудования и пола, выбойки из мешков и даже опилки. Участники акции раздали горожанам символ блокадного Ленинграда. Кусочки черного хлеба весом 125 граммов, вложенные в упаковки, имитирующие продовольственную карточку. Это очень растрогово жители Карачаевска Хусея Джирикова. Эта продовольственная карточка и хлеб, по которым получали ленинградцев, наверное, имела значение больше, чем любая другая драгоценность или другое благо для самого человека, для выживания человека. А условия, в которые были поставлены ленинградцы, в период блокады, были действительно нечеловеческие. Ведь Германия воевала именно в Ленинграде, вернее, в блокаде кольца Ленинграда воевала не с армией, с Красной армией, а с мирными жителями. И они своей стойкостью, героизмом действительно помогли нам отстоять Ленинград. Враг так и не смог проникнуть в город и захватить этот город. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944, ровно 872 дня. За это время на город было заброшено более 107 зажигательных и фугасных бомб, 150 тысяч артиллерийских снарядов. Погибли, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов людей. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести Карачаева-Чергесия, Карачаевск.